всем большой привет добро пожаловать на канал я только примчалась на работу переодеваюсь у меня 20 минут чтобы позавтракать и приготовить инструменты у меня сейчас придет клиентка анжелика тупая фреза вот так вот я называю своих клиентов иногда я и так записала потому что у нее очень сложная кутикула она у нее налившая стелящиеся по ногтю и было она у меня один раз и я так написала чтобы не забыть чтобы на ней использовать тупую фрезу потому что я работала обычной к мизовской острой фрезой и поранила в одном месте вот и поэтому я написала себе такую заметочку чтобы я работал на ней тупой фрезой поэтому анжелика тупая фреза анжелика это вымышленное имя я не стал уже вам говорить а то кто-нибудь найдет кто напишет что личные данные клиентов я рассказываю вот две клиентки сегодня три процедуры руки-ноги руки френч так что я переодеваюсь пишите в комментариях кто как называть своих клиентов добавляете что-нибудь туда чтобы не путаться допустим у вас 6 лет и чтобы знать какая из лен придет нужно как-то что-то дописать то что фамилии не все говорят поэтому что-то нужно дописывать чтобы ориентироваться в этих ленах условно говоря поэтому пишите как вы называете своих клиентов распаковываю свой портфель взяла на обед сегодня рис и овощи там с мясом делал мак вот это маслечко который кто-то спрашивал я ответила в телеграм на всякий случай здесь еще покажу масло с тонкой пипеткой милф очень классный ароматы у них просто великолепные впитываются не оставляют жирного блеска заказываю на вайлдберрис так и вчера в ленте нашла вот такие фу бошки это фубо лапша белый лапша как она называется я не знаю очень вкусно но зараза вот эта пачка 65 рублей стоит я взяла сюда чтобы если что если я без обеда чтобы я могла поесть я в новой футболке в новых джинсах вчера с максом лазили в фамилии взяла я себе ветровку значит думаю нужно взять ветровку такая чтоб пошире была посвободнее бегать вот в такую погоду и что вы думаете я пришла домой начала убирать этикетки оказывается на мужская я взяла мужскую ветровку но у нее даже намеку нету на то что она мужская единственное что замочек внизу мне было подозрительным потому что там обычно в нахлёст внизу подол идет как сказать вот где замочек смыкается а это там такая вставка была ему такое вот расстояние между замочками но как бы такая декоративная декоративная вставка я думаю что-то как-то странно и вот дома начала убирать этикетки уже все оторвала срезала потом прочитала ветровку мужская написано максу мало а обязательно теперь без этого как сдать надо попробовать но на хотя стоило полторы тысячи и своя цена по моему там 77 с чем-то а это вот фамилии то что там такие большие скидки по полторы я взяла тердумы отдавать а так вот нам быть просто лежать я не знаю теперь знаю что она мужская я вижу теперь что она мужская она висела среди женских вещей у меня сразу не у глаз упал я померил мне понравилось единственно что рукава были немножко великоваты я подвернула вот и взяла ее а теперь я вижу что она мужская я теперь не хочу одевать так фартук я постирала лямки забыла дома буду с другим фартуком значит работать им написала пост в telegram по поводу того что ко мне придет анжелика тупая фреза спросила как мастера называть своих клиентов и оказывается не одна я такая здесь вот есть юля налипшая кутикула елена красная фреза ногти грызун оля мясо так что не я одна такая мне конечно же не в обиду будет сказано всем клиентам это мы так любят чтобы запомнить кому какой подход нужен поэтому мы так пишем не ради того чтобы обидеть или посмеяться ради того чтобы запомнить как работать с данным человеком хотела поставить пресса стерилизоваться нового маленький пакетико для фрез закончились 6 на 10 заказала на вайлберис я думаю пару дней на пару дней мне еще хватит там вес не буду ставить так педикюрный у меня наборчики готовы помимо всего прочего я заказала еще на вайлберис кель лаки серебро не знала какие выбрать хотелось какие-то бюджетные одри коко покидала в корзину но потом думаю я ни разу не работала ими поэтому не буду не буду и не взяла взяла серебро они стоят в два раза дороже я от многих мастеров вижу слышу что они работают на торговой марке одри коко ну вот напишите кто работает напишите как она вообще стоит ли брать цветники у меня вот сейчас розовые и такие сиреневые оттенки выбирают клиентки ну вот такие розовые ближе к пастельным тонам и такие сиреневые тоже и у меня от от фиоры давно уже стоят уже три года гель-лаком и там какая-то крошка образовалась то ли гель-лак свернулся то ли это от от ногтей уже вот эта пыль в самом гель-лаке собралась я выбросила эти гель-лаки а на замену хотела что-то новенькое попробовать заказала серебро посмотрим как они будут именно вот такие пастельные оттенки розовые сиреневые но вот собственно говоря вот благодаря моей вот этой заметки я выбираю именно фрезу с тупым кончиком чтобы не поранить клиента ну и конечно же мягкую пилочку так на руки я еще не решила она ножки вот такой цвет отпустила 1 клиентку сделала ручки ножки так интересно у нее на руках один цвет неоновый а на ногах другой цвет неоновый и в прошлый раз тоже был на руках розовый такой неоновый на ногах красный разными оттенками красить нашла значит я вот такие крафт пакеты они мне так не нравятся они правда большие но ничего надо их тоже расходовать поэтому я фрезы положу туда на жду пока мои пакеты идут на первой клиентке подложка была каучуковая база фиоры потом сделала укрепление жидким полигелем nail republic 04 он такой красивый с мелкими хлопушками голографическим дальше был цвет у нас вот такой неончик 199 фиора очень красивый и топ holy moly а на ножках был сегодня 212 nail republic как у вас вообще с педикюром дела обстоят уже побольше записи на педикюр стала я вот люблю когда записываются сразу на маникюр на педикюр так получается быстрее сделала там допустим руки за полтора часа в час как данном случае полтора часа на руки ушло полтора часа на ноги но хотя обычно только пальчики я делаю за час но здесь была очень грубая кутикула грубая кожа она залилась немного под ногтевые мозольки были поэтому полтора часа я возилась с ножками только пальчики конечно круто когда они записываются на полный педикюр смарт педикюр с покрытие лак и на ноготки тогда уходит где-то в среднем четыре часа три с половиной четыре часа но по деньгам выходит очень даже ничего я даже думала какую-то акцию запустить типа за 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 сколько например у меня маникюр стоит но 1500 1600 в среднем без укрепления а педикюр полный смарт педикюр с покрытием гелак 2200 получается 3700 грубо говоря то вот и я думаю такая может быть поставить стоимость где-то внутри 500 как-то 200 рублей не так не так заманчиво звучит а сделать 3000 то я обработку стоп получается дали в порядок в подарок потому что сейчас если записывается на маникюр и педикюр только пальчики то выходит то где-то 33 100 а так будет выходить 3 с полной обработкой мне не выгодно но с другой стороны нет не выгодно я опять начну загоняться опять потом буду раздражительно опять потом буду злая нет 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 вот 3500 ну 200 рублей скидка если это будет на комплексную процедуру я думаю нормально потому что если пойти в салон то там порядка 5000 это будет но четыре с половиной пять тысяч будет выходить а у меня если будет три с половиной то это очень даже заманчиво это если по акции а без акции где-то 3 700 3 800 напишите какие вы акции устраиваете может быть у вас есть акция приведи подругу там скидка там по 10 по 20 процентов каждый будет в общем напишите собралась она клиентскую базу уменьшать сама тут всякие акции придумывает скидки ладненько стилю я просто белый мне нравится больше простынки вот эти вот они такие как того кресла прям белоснежная стоит как будто бы но клиентка мне сейчас сказала что у нее попа затекла сидеть копчик болит жесткое кресло говорит хотя подушечку и давала подушечки с икеи но они да такие не очень-то они мягкие но хотя и кресло само тоже не жесткая я пока пилила уже сидела прикидывала где можно помягче подушку побольше помягче купить подушку тогда они точно будут здесь спать кстати в телеграм-канале тоже спрашивали как педикюр на дому делаю девчонки у кого нет педикюрного кресла я знаю кто-то на диване дело тут я изначально тоже но своим делал там анютки делала дома на диване я садилась на пол на попу стульчик подножку маленькие детские вот так делала маникюр ой и дикюр а вот это кресло купила она сама бюджетно было я его брала с рук за 10 тысяч хотя я знаю что она и так стоит 10 тысяч стоимость была как у нового кресла с магазина но зато здесь в подарок шел стульчик и кресло было новое потому что девочка работала в салоне сану салон ушел на карантин и она стала принимать дома и специально для этого купила кресло он и где начала работать а потом она у них открылся салон но так вот знаете из из под полы задней двери начали заходить поэтому я думаю уже не принимаю принимая на работе там поэтому кресло не нужно я считаю купила новое кресло со стульчиком принципе меня устраивает это кресло вот клиентам видите ли им жестко сидеть но это эта проблема решаема нужно просто подушечку помягче тежу и думаю надо бы сократить клиентскую базу потому что у меня сейчас опять такая сформировывается база сформировывается из девчонок которые работают и которым удобно приходить в выходные дни либо вечером после работы думаю окошек мало так как я только принимаю один выходной это суббота это три человека только там если вот прям очень срочно 2 4 взять потому что опять идут обиды что кошек не хватает а найдите время но как бы выходные это выходные хочу планировать как-то свой день так чтобы у меня был еще выходной ну как бы я не хочу работать каждый день вот в комментариях кто-то писал что девочка она работала каждый день и принимала там от 3 до 5 человек хотелось бы иметь нормальное выходное чтобы семьей куда-то сходить а то получается вот мы вчера с максом сходили только съездили за продуктами в ленту и ну там фамилию хорошо зашли прогулялись по магазинам и все ушли мы значит где-то в час пришли в пять часов и день прошел с настей уроки сделали и все день прошел а хочется куда-то выйти там погулять там на дачу все вешу я эти все типсы на колечко хватит им лежат месяц они пролежали меня вот так все кто хотел кто накрасил кто не хотел не накрасил а кто захочет выберут уже оттуда с палитры иногда я думаю по убирать вот эти темные оттенки чё они лежат их никто не выбирает а с другой стороны ну как говорится один раз в год и палка стреляет есть у меня клиентка которые только темные красят и она даже хотела сама покупать темные гель-лаки потому что якобы у меня их мало хотя у меня их много вот блестки не знаю тоже убрать или не убрать пусть тоже наверно лежат у меня еще есть целый часик я вот думала 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 я чё бы мне сделать за этот часик у нас хорошая но вас позвонили сейчас с ума сестра пишет у мамы готов внж 4 месяца прошло как подали документы вот прям как по часам 24 подавали 24 вот позвонили сказали что готова ура 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 мам там что так переживала вот я здесь на птичьих правах не пенсии ничего нету так что теперь хорошо сейчас мама получит внж уже может оформить пенсию прописаться ну и потихонечку уже потом на гражданство подавать документы все отпустила вторую отработала и на сегодня отчет я за собой замечаю что я стала очень медленно работать сейчас у меня работа вышла два с половиной часа френч вроде руки несложные чуть я так долго сижу надо что-то менять надо технику менять а я поняла это потому что синим рисовали френч а этот синий он такой немножко как типа витражный был прозрачный и в два слоя выкрашивала старалась чтобы плотный болтарец поэтому из-за этого получился большой бортик от френча и потом выравнивание еще и долго делала большой каплей топа вот ну в общем все как обычно нет никак обычно сейчас я покажу что я наносила праймер был пенби потом этот камуфляжный оттенок очень классный беспроигрышный теплый беж был у нее на ногтях она говорит давайте точно такой же он отрастает вообще незаметно потом френч рисовала фиоры 0 номер 009 и топом густым она не выравнивала без липкого слоя классный блестит супер я уже дома зашла на вайлдерис и забрала еще посылочки и у меня вот такое масло чуть я его взяла и не посмотрела что она оказывается не сухое просто масло для кутикулы укрепляющие для ногтей я теперь не знаю что с ним делать зачем оно мне нужно видите прям масло масло здесь оранжевая здесь желтенько его надо взбалтывать и потом наносить нужно какую-то полочку завести и туда складывать там масло всякие какие-то полезности для клиентов на продажу и еще кто-то хвалил штампик go штамп и я купила его вот такой вот интересный скрэпер маленький есть вываливается все со всех сторон плотненький а это мягенький буду пробовать в общем оставлю артикул если кому-то интересно нужно протестировать я сажусь монтировать видео и меня так улыбают ваши комментарии по поводу того как вы называете клиентов я думаю я одна такая оказывается нет мне кажется это в каждой профессии есть такое я знаю что вот сестра куда устраивалась работать в пекарню они всем клиентам давали клички вот это вот мне кажется уже обидно они между собой когда разговаривали они говорили вон там наташа мусорное ведро идет а наташа помойка не называли вот это вот как-то уже обидно да а вот анжелика тупая фреза мне кажется это не обидно это как подсказка для мастера что с данным клиентам нужно работать тупой фрезой вот так что хотите почитаю вам одна девочка написала если бы я была клиенткой обозначила бы себя так кутикула с подъюбником она прищемила палец невестка люды анастасия психушка у нас тут еще одна анастасия психушка есть это она просто психушке работает а наталья терка много терка снесла и все и пошло наталья терка юлия орехи а зовут ее ирина вот это вообще оригинально назвать ирину юлия орехи или одуванчиком на первом визите рисовала одуванчик лена стразики марина яйца продает домашние яйца тут пояснения уже девочки дают ирина роддом работала в роддоме елка в компании и так прозвали ей 36 лет так и прилипла многие называют елка валя базар надя пиво работает в пивном магазине кого-то записали наташа падает в обморок света очки работают в оптике ирина ковырялка постоянно ковыряет алена 1000 процентов единственно ходит всегда как часы в дату без опоздания тоже так назвала бы наташа тюрьма ходит в юбке вдоль заднего шва много маленьких бантиков говорит это юбка ее талисман вот даже так есть кто-то пишет за наташу аж страшно стало это она просто работает в тюрьме бухгалтером не я одна записываю своих клиентов так чтобы понимать кто ко мне идет но я думаю это не только мы такие я думаю это все такие все так записывают